У нас десятое слово, десятая ступень о злословии и клевете. Вот прочитаем четвертый абзац этого слова. Услышав, что некоторые злословят ближних, я запретил им, делатели же сего зла в извинения отвечали, что они делают это из любви и попечения о злословии вам. Но я сказал им, оставьте такую любовь, чтобы не оказалось ложным сказанное, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях. Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, не укоряй его, а молись о нем в тайне, ибо сей образ любви приятен Богу. Станешь остерегаться осуждать согрешающих, если всегда будешь помнить, что Иуда был на соборе учеников Христовых, а разбойник в числе убийц, но в одно мгновение произошла с ними чудная перемена. Вот буквально ответ на вопросы каждого, каждого Божьего человека. Каждый говорит, что я укоряю или я обсуждаю человека ради его же пользы. Есть у нас такой эвфемизм церковный, не в осуждение, а в рассуждение. Я его осуждаю не в осуждение, а в рассуждение, что он негодяй такой, что он творит. Что творит-то, понимаете? И мы так думаем, вот это мы рассуждаем, мы на самом деле рассуждаем. Это удобно, мы говорим эвфемизм, мы так спрятались за него, вроде как бы я и не осуждаю, просто размышляю о том, почему он такой негодяй. И это, конечно, лукавство, это ложь. И надо очень хорошо понять и запомнить, что всякий раз, когда мы злословим человека, как что-то нехорошее про него говорим, или в чем-то нехорошем его укоряем, на самом деле мы его не любим. Не любим. Это слово о том, что нам только кажется, что у нас у всех есть любовь. Вот у меня буквально недавно вышла там, уже вышла в эфире передача по... забыл почему, не помню. По-моему, это про добротолюбие. Нет, про добротолюбие, по-моему, я запутался уже. Вот, про добротолюбие. И там как раз вот про этот, на слова Ава Исаия разбирается сюжет один, простой. Вот мы говорим часто, что мы ребенка нашего любим. Мы его укоряем, пилим, подпилим. Когда ты пойдешь на работу, наконец-то, изверг ты этакий. Сколько можно на моей шее, на моей пенсии-то сидеть? Это мы о нем заботимся. Правда ведь? О нем же заботимся. Мы на работу его направляем. И так пилим его, и пилим ради заботы о нем. Говорим, ну я же люблю, мне же его жалко. И каждый раз, ну человек там, допустим, пьет, или он наркоман. Мы так же, ну что ты такой, во что ты себя, посмотри в зеркало, а? Ну каким ты стал? Ну как тебе не стыдно? И это все мы называем любовью. Позвольте, а если бы вас самих так любили, ваши мужья, ваши жены, ваши работодатели, вам бы понравилось? Никому бы не понравилось. Никто не выносит укоризненного слова, кроме самых смиренных. Никто их не может понести. Каждый думает только о том, чтобы ему относились деликатно. Но почему-то, когда мы вот ближних наших начинаем наставлять на путь истинный, мы это называем любовью. Нет. Если бы мы любили, то тогда бы человек чувствовал вдохновение или утешение. Он бы чувствовал мир, а он раздражается, и мы раздражаемся. А позвольте, апостол Павел сказал, что любовь, помните 13 глава 1 послания Коринфянам? Любовь не раздражается. Не раздражается. Если мы раздражились, значит, никакой любви нет. И это очевидно. Мы только прикрываем свое раздражение, свою нелюбовь. Прикрываем. Вот нам на самом деле раздражает-то что? Что он у нас непутевый. Мы бы с большей радостью хвалились перед соседками, какой у нас замечательный сынок. Нам это хочется сделать. А вместо этого стыдно за него такого-сякого. Обидно, что он такой. То есть на самом деле я неудовлетворенную амбицию просто вымещаю на нем. А чтобы мне не было стыдно, я называю это любовью. Одно дело, когда вы наказываете ребенка за то, что он сделал плохой поступок. Накажите. Он там побил маленького, он там обманул, украл. Накажите. Но когда вы говорите, ты почему у меня такой непутевый? Это никакая не любовь. Это не наказание. Вы его не любите. Вы недовольны тем, что он не такой, каким вам хочется быть. Вы растревожены. Ваше самолюбие уязвилось. Ваша гордыня страдает. И поэтому вы им мстите, как можете. Это совсем другое. И вот эту разницу даже в отношении ребенка нужно понимать. А если ребенка уже 30, так позвольте, надо было, как это в народе говорят, наказывать, когда он был поперек лавки лежал, а не когда повдоль. Сейчас это выражение почти непонятно. У нас лавок-то ведь нету. А лавки-то в этих самых в селах-то стояли. Я еще застал такие. Они были шириной побольше, чем вот эта лавка. И на них пеленали не на столе же, пеленали ребенка. Поэтому ложили его поперек лавки и пеленали. Вот отсюда и выражение. То есть пока он поперек лавки лежит, его можно положить. Вот тогда надо воспитывать. А когда он уже повдоль вытянулся, там уже все воспитание заканчивается. Но почему-то мамы чаще, папы как-то худо-бедно это понимают, а мамы вот никак понять не могут. Он уже взрослый, они все его пилят. Ну да, за дело. Да, он плохой. Да, он непутевый. Семью бросил, ребенка не воспитывает, элементы не платит, нигде не работает. С каждой пенсией мама почти все берет и да еще и пьет. Да, плохой. Но от того, что вы будете его пилить, ничего не изменится. Да и даже дело не в том, что не изменится, а в том, что пиля его, вы грешите. Вы лишаете себя возможности причащаться телу и крови Иисуса Христа. Потому что вы раздражены, вы не любите его. Кто любит, тот проверит это по тому, как апостол Павел сказал. Вот, то есть понимаете, вот этот момент надо уяснить, что всякий раз, когда я злословлю, говорю худые слова про кого-то из людей или укоряю кого-то из людей, нет в этом никакой любви. Я грешу, я осуждаю человека, я злословлю человека. Что тогда делать? Ну, для начала молчать. Молчать. Потому что пока мы не научимся молчанию, мы, вот следующее слово, оно будет как раз одиннадцатое, о молчании. Как ответ на то, что делать, да, молчать. Молчать не всегда, вот, из принципа. Это далеко очень. Безмолвие и молчание, это разные вещи. А молчать, это в смысле, что хочется на человека наорать, а мы молчим. Хочется ему сделать замечание, а мы молчим. Хочется его, вот просто вот, вывести на чистую воду, мокаянного такого. А мы молчим. И вот, когда мы сдержимся, нам кажется, что все вокруг неправильно. Нет. Наша страсть, не находя выхода через слово, она начинает засыхать на корню и умирать. И потом, когда она умрет, вот эта страсть, злословие, тогда мы можем человека найти слова, чтобы сказать. Когда все перегорит, мы оказывается понимаем, что человеку-то надо просто слово поддержки и утешения. А в первую очередь, слово молитвы, как и говорит здесь Иоанн Лестнич. Таким образом, простым критерием любого нашего слова, которое бы мы не решили сказать, простым критерием является любовь. Любовь. То есть, если мы любим человека, а значит, не раздражаемся на него, значит, мы можем этому человеку что-то сказать. Ну, да, когда мы научились молчать, можно что-то и говорить. Если мы чувствуем, что наше сердце кипит, то есть, мы раздражены на него на самом деле, то никакая это не любовь. И все, что мы скажем в этом состоянии человеку будет ложью, будет грехом. Это понятно? Хорошо. Вот. И то, что касается рассуждения о ком-то, важно понимать, что мы не можем говорить о другом человеке в разговоре. это будет всегда неправильно. Вот вы подоблюдаете, как, например, вы выстраиваете свой вопрос. А вот этот человек сделал то-то, 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 потому что, потому, он правильно сделал? вот этот вопрос поставили неправильно. Вам какое дело? Правильно он сделал или неправильно? То есть, вы хотите его осудить, его поступок, разобраться в нем, кто дал право кому-либо судить чужую совесть. Нет, вы не можете. Я понимаю, что этот вопрос вызван нашим помыслом. Мы так мыслим в отношении этого человека. Мы думаем, так, что-то он делает, что-то не то делает. Вообще, зачем он это делает? А что он делает? О, не-не-не, батюшки так не делают. Не-не-не, что-то он не то. Не то, не то. Пойду спросил у отца Консадина, то он делает или не то. Вот. А вам, а вам какое дело? Вот. Он перед своим Господом стоит или падает. И силен Бог восставить его. Надо в это поверить и запомнить. Но, он же может вас соблазнять, да? Так вот, вопрос вас действительно волнует, поступки какого-то человека, правильный вопрос, так же, как и правильная мысль, будет звучать иначе. Вот, батюшка, вот этот человек делает так. Как мне к этому относиться? Не правильно он делает или неправильно. И не почему он так делает, и куда смотрит власть большевики и правительство. Вот. А по-другому, как мне относиться к тому, свидетелем, чему я стал. Вот, я видел, батюшка ворует деньги. Мне надо спрашивать, прав он или нет, что мне делать? Молчать или нет? Хочешь молчать? Хочешь молчать? Помогать не надо. Молчать надо. Да. Еще участникам будет? Нет, ну, перед судом, да. Да. Но есть суд Божий, перед которым вы будете оправданы. Как, знаете, в каноне Андрея Критского есть слова там, что я никогда не утаивал слабости и немощи и грехи Мои ближние. Вот, то есть, Исаак Сивин пишет, надо бы когда-нибудь его прочитать. Исаак Сивин пишет, если видишь согрешающего, распростри над ним покров свой и покрой его, чтобы никто никогда, да и ты сам о грехе его не узнал. Покрой его, как будто ничего не было и нет. Есть разные случаи. Есть на самом деле не так все просто. Но по большей части большинство немощи и слабостей и ближних можно действительно покрыть. Вот. Ну вот как-то надо это дело узнать. То есть, смысл-то сейчас именно в этом, что мы не спрашиваем прав человек или неправ. Мы спрашиваем я видел человеческий грех. как мне к этому относиться. И вам ответят как относиться. Как чаще всего это будет молчание, неосуждение, молитва за этого человека. Но не всегда. Иногда может вам посоветуют уйти и больше не входить в то место, где живет этот человек. Даже не прикасаться. Вот. Потому что грех может быть очень скверный, который может вас заразить. Вот. Иногда могут вам сказать, что надо прийти и сказать, например, там, начальству, скажем так. Вот. Прийти и сказать. Бывает такое? Там, если что-то связано с угрозой для здоровья других людей, вы не можете об этом молчать. Вы должны это сказать. то есть иногда может даже и обличить надо человека наедине. Ты что делаешь? Так же люди могут погибнуть. Вот. Мало ли, там разные случаи бывают. Поэтому, но в любом случае вы спрашиваете не как относиться, не как вот разобраться правильно делает человек, не на его точку зрения стать и разобраться правильно нет, а как мне к нему относиться. Вот. И есть еще один такой нюанс, что когда человек научится молчать и немножко действительно хоть чуть-чуть крошечку научится любить, то первым, что с ним произойдет, он увидит потрясающую вещь. Он увидит, что на самом-то деле единственный грешник на земле после меня это вы. вот, тогда он увидит, что он и есть тот самый грешник, из-за которого всем все плохо. Но это только тогда, когда научится любить. Потому что вы не сможете научиться любить раньше, чем осознали, что вы не любите. А когда вы поймете, что человеку, которому вы 40 лет говорили о любви, что вы его не любите, вам станет безусловно стыдно. и этот стыд будет разрастаться все больше и больше. Все страшнее и страшнее. Вы поймете, осознаете себя величайшим обманщиком и имитатором. И кого-либо осуждать вам уже и в голову не придет. Субтитры Игорь Негода